С сегодняшнего дня существенно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения. Исменились и правила парковки, а у полиции стало больше полномочий. Каких, расскажет Руслан Смещук. За превышение скорости 3400 гривен, за непристегнутый ремень 850, управление бесправ 10 тысяч гривен штрафа, а если поймают еще раз, уже более 40 тысяч. С сегодняшнего дня в Украине вступают в действие уточнения к ПДД. Водители новыми штрафами довольны, по крайней мере, на камеру. Штрафы будут относительно большие, то водитель будет задумываться над тем, что он делает на дороге. Теперь выписать штраф могут без водителя. Главное – фотофиксация нарушения, в том числе и с помощью камер наблюдения, которые пока что массово не работают. По новым правилам не уйдут от ответственности и владельцы евробля. Чем дороже, тем краще. Если автомобиль с иностранной регистрацией вез гражданин Украины, то штраф отправят ему по адресу прописки. Если же это был гражданин другой страны, постановление об административном правонарушении ему выдадут пограничники при выезде из Украины. В случае неуплаты запретят въезд в страну. Вот вы зараз порушаете, паркуетесь неправильно. Чему так стало? А я чекаю женку три минуты. И хочу дозвониться, чтобы она пришла. Ну, пожалуй, самые революционные изменения в правилах парковки. Точнее, наказание за их нарушения. Новый закон дает смогу штрафовать людей даже тогда за порушения, когда их нет на месте. Потому что сейчас, на данный момент, мы не можем скласти никакую постановку, ничего на водителя, которого нет рядом его транспортного засоба. Теперь у полиции больше полномочий при эвакуации неправильно припаркованного автомобиля. Стоить это будет минимум 720 гривен и еще 144 гривни в сутки за хранение на штрафплощадке. К тому же в Киеве появится муниципальная парковочная инспекция. Вся система построена за счет уведомлений, почтовыми заказными уведомлениями. Поведомления будут рассылаться заказными письмами. Соответственно, оплата будет производиться сугубо через банки. То есть ни в коем случае не на месте. Впрочем, по мнению экспертов, снизить аварийность и разгрузить дороги поможет не увеличение штрафов, а невозможность избежать ответственности. Государство не должно обеспечивать неограниченную парковку всем в любой точке Украины, в любой точке Киева. Приезжая на Крещатик, вы должны понимать, что либо вы платите деньги, либо вы едете на такси и тоже платите деньги, либо вы идете пешком, либо на общественном транспорте. Неужели человек превышает скорость через то, что штраф малый? Нет, человек превышает скорость через то, что она сподівается, что она не платит никакой гривны. А если человек за каждое превышение скорость будет сплачивать по 300 гривен, то я думаю, что и по 100 гривен будет достаточно, для того, чтобы никто не порушил режим скорость. Уже сегодня в столице заработали новые эвакуаторы. Руслан Смещук, Юлия Косян, Виталий Коваленко и Геннадий Аникейенко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует... Продолжение следует...